всем привет сегодня будем готовить запеканку запеканка из кабачков и листовых овощей которых сейчас в избытке это капуста японская митсуна после срезки она отрастает вновь и буду использовать листья мангольда это листовая свекла можно кстати использовать и листья обычной свеклы также можно использовать шпинат и абсолютно любую другую огородную зелень и листовые овощи которые у вас имеются зелень у меня получилось 350 граммов еще возьму два молоденьких кабачка весом 600 граммов отрежу хвостики нарежу их на пластины затем на полоски и уже их на небольшие кубики пока кабачки молоденькие шкурку с них можно не чистить и семян у них тоже практически нет грубые ножки отрезаю все остальное измельчаю ножом капуста митсуна нежная и ее использую вместе с листовыми черешками к измельченным кабачкам и зелени добавляю 3 яйца чайную ложечку соли и 4-5 столовых ложек муки сюда же можно добавить чесночок или лук для вкуса можно добавить перчик и столовую ложку масла все хорошо перемешиваю оставляю минут на пять для того чтобы кабачки дали сок затем повторно перемешиваю все и выкладываю форму застеленную пергаментом размер формы 20 на 25 сантиметров это внутренние размеры смесь разравниваю чтобы она везде была ровным слоем и утрамбовываю ложкой чтобы не было пустот если у вас есть сыр или сметана то можно сверху дополнительно посыпать выпекаю в духовке разогретой до 180 градусов минут 40-45 когда запеканка начнет зарумяниваться достаю ее из духовки и смазываю одной двумя столовыми ложками майонеза для того чтобы поверхность была более аппетитной и румяной после чего запекаю ее еще минут пять-десять запеканка готова достаю из формы подавать можно как в горячем виде разрезов на кусочки используя соусы или какие-то другие добавки или можно дождаться пока она полностью остынет и подавать в холодном виде в качестве закуски я буду подавать запеканку с томатным соусом острым который приготовила прошлым летом сама готовила я его из естественно томатов с добавлением яблок и огурцов которые мне некуда было делать делала на пробу небольшое количество испытала рецепт нам понравилось в этом году буду делать также и постараюсь показать и вам после остывания запеканка становится плотной вот такие не разваливающиеся полоски очень хороша в качестве закусок у меня на сегодня все надеюсь вам моя запеканка простая показалась аппетитный и вы при случае приготовить такую же всем всего наилучшего здоровья отличного настроения и до новых встреч на канале пока 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 Продолжение следует...